Эзотерики давным-давно говорили, что это вибрации. Дух – это вибрации тонких полей. Значит, если дух – это вибрации, то к этим вибрациям можно подобраться соответствующими характеристиками волновыми, которые обеспечивают резонанс. То есть дух можно словить резонансом. Это в китайском каноне – это «дзин ци шэнь». «Дзин ци и шэнь». Или «шэнь, дзин ци». «Шэнь» – это дух от неба. Это искра Божья. Это то, что факультет высшего управления протрактовал эту руну. Когда человек с простертыми руками обращается в своих мыслях, мысленно обращается к Всевышнему, к небу. Все равно, как это называется, к Аллаху, и там все равно, кому. В любом варианте. «12 ворот небесного Иерусалима». В разных воротах разные, так сказать, персонажи присутствуют. Но так или иначе, это то, что приходит сверху, с неба. И это в христианстве – это Святой Дух. Он же Дух Истины. И же от Отца исходящий. Поэтому я и говорю, разверните. Всевышний один. От Него исходит этот Дух Истины. Вот этот «шейн». Я почему… А в русском языке есть какое-нибудь фиксирующее словосочетание? Есть. Это называется «зов сердца». «Зов сердца». Сердце стучит. Стучит сердце. Это колебательный процесс. Это при этом просто число ударов сердца в минуту. Это тактовая частота. И понятное дело, что тактовой частотой, там, 80 или там 100 ударов, 200 ударов в минуту, никакого резонанса с волей неба, с Всевышним обрести невозможно. Но человек имеет, это китайская медицина, 36 частот модуляции на этой тактовой частоте. Это китайская медицина. Диагностика китайской медицины на тактовой частоте число ударов в минуту находится 35 частот модуляции, которые мастера китайской медицины долго изучают с 5 лет, значит, до 35 лет, доходят до 20 с чем-нибудь. И уже там к 70, может быть, поднимутся, и то, может быть, не поднимутся. Так вот, в этих частотах модуляции это кокон. Этот кокон, так сказать, тонких полей, он определяется, теперь определяется и инструментально. И если вы в Москве, там, я не знаю, я в Москве ходил, куда они делятся, наверное, никуда они делятся, не есть. Это, значит, путь к себе, там, значит, эти всякие, там, значит, эти эзотерики сидят. И если, значит, пальцами, значит, положить руки на, там, только проводящие, там, значит, какие-то, значит, там, я не знаю чего, дальше у них компьютерная программа, и она показывает, какое у тебя это поле, значит, ну, какого цвета там, оно может быть там разного цвета, ну, полная, 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 так сказать, палитра цветов, и они начинают там тебе рассказывать, если у тебя такие цвета, вот ты такой, злой, а здесь ты, а если такие цвета, ты добрый, если у тебя такие цвета, ты, значит, там, агрессивный, если такие цвета, ты спокойный. Ну, в общем, короче говоря, придумали там всякую, это, диагностику этого тонкого поля, его уже видно, это тонкое поле. Во всяком случае, его инструментально можно замерить. Замерить, хорошо замерить, плохо замерить, полную глупость, значит, обман трудящихся, дело не в том, как это трактуется, но то, что замеряется, тонкое поле, это факт. Они, эти тонкие поля, вскроются еще только в 44-м году, в 44-м, 45-го года. Мир невидимый станет видимым. Так вот, значит, вот этот шень, это, это, это вот, это вот искра Божья, да, это зов сердца. Сердце стучит, на этом сердце, соответственно, есть частоты модуляции, и этими частотами модуляции и можно входить в резонансы с миром невидимым. Вот эти молитвенные обращения у ислама, есть, так сказать, они там, звуки эти, там, там сильно развитая система, так сказать, вот, бэм, 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 бэм. Ну, и, там, и в других, там, практиках, магических практиках через заданные, так сказать, вот, какие-то звуковые частоты происходит какой-то такой, значит, переход в транс, и, соответственно, вхождение в резонанс с этим миром невидимым. Еще раз подчеркиваю, значит, дух – это вибрация. К этим вибрациям можно подобраться через резонанс. Резонансы – это ты должен запустить соответствующие частоты. И если частоты будут соответствовать, ты в резонансе. И тогда, все, славил дух, стяжал дух, получил что? Благодать. Вот, что это в старых, так сказать, богословских терминах, значит, стяжание духа – это благодать. Благодать. У китайцев «дэ». «Дэ» течет во времени. «Дэ» течет во времени. Благодать. Я вам тут приведу молитву, каноническую молитву православную. К духу святому. У нас тема о духе, да? Так вот, «Царю небесному утешителю». Так называется. «Царю небесному утешителю». А что утешитель-то? Значит, душа, значит, находится в каком-то беспокойном положении. Значит, человек там раздирается всякими там чувствами. А тут утешитель. «Царю небесному утешитель». «Иже везде сы, и все исполняет». То есть, который везде и все наполняет. «Прииди, и вселися вны». То есть, ну, вот обращение, молитвенное обращение. Вот этот дух, вот этот шень, это вопрос к шенью, к Духу истину, к искре Божьей. «И вселися вны, и, значит, там, избавили ны от всякой скверны, и вот это все, так сказать, нехорошее убери, и спаси блаже души наши». Это вот то, на что синодальная церковь не обращает внимания. «Кто же спасает душу-то нашу? Блаже, благодать духа». Вот молитва есть, толкование в синодальной церкви ненужное, но молитва каноническая. «И спаси блаже души наши». Блаже – это блаженство, благодать. А благодать – это «д», а «д» – это течет во времени. И этот триплет – это шень, ци и дзин. Шень – это я вам сейчас рассказал про дух истины, про дух от неба, про искру Божью, про зов сердца. Ци – это энергия жизни. Энергия жизни простирается в пространстве. А дзин – это субстанция жизни. Дзин – это дух, витальный дух. Это то, что называется голос крови. Это то, где находится дух победы. Итак, зов сердца – это от неба. Голос крови – это от земли. Энергия жизни – это то, что позволяет человеку жить и делать работу.